Мы сегодня рассказываем во всех организациях и предприятиях различные виды мошенничеств, которые происходят, к сожалению, у нас на территории города и района и рассказываем, какие способы, чтобы не поддаться на это и сохранить свои денежные средства. Социальные сети представляют большой простор для мошенников. Молодежь активно пользуется интернетом. И нередко именно в соцсетях людям приходят сообщения о просьбе должить денежные средства. Не стоит сразу пересылать деньги, если даже об этом просит хорошо знакомый человек. Сотрудники полиции посетили речное училище и провели с курсантами подробный инструктаж. Приходится смс-сообщение с прикреплённой ссылкой, и там какая-нибудь информация. Посмотри это фото, помнишь, что мы делали там прошу летом, посмотри сюда, вы переходите по ссылке, ваш телефон заражается. В последнее время участились случаи мошенничества с использованием пластиковых карт. Банки защищают личные счета клиентов любыми доступными средствами. Но количество краш неуклонно растёт. Обычно присылают смс о том, что карта заблокирована, и вставляют телефон для связи. После этого, как потерпевший по нему звонит, у него под предлогом разблокировки узнают всю информацию, в том числе одноразовые пароли, и снимут часть, либо все деньги. Банки работают с 8 до 5, и это надо понимать. То есть, сотрудники службы безопасности не будут вам звонить из себя, из дома, чтобы вас сняли деньги. Сотрудники полиции вручили курсантам речного училища памятки, а также обратились к ребятам с просьбой провести аналогичные профилактические беседы с их родственниками. Сотрудники полиции обращаются к жителям города Великий Усюк и Великоусинского района, в особенности к лицам пожилого возраста. Ни в коем случае, ни под каким предлогом не впускайте в себе в дом незнакомых лиц. У сотрудников организации спрашивайте подтверждающие документы. Не оставляйте пришедших от них. Имеются случаи обмана населения, когда предлагается лечение, снятие порчи или гадания. Предупредить преступления, касающиеся попыток заполучить ваши деньги, вы в силах самостоятельно. Достаточно просто быть бдительными. Виктория Авравия, Максим Колосов, Новости провинции.